Как вы оцениваете уровень подготовки абитуриентов сегодняшних? Ну, уровень разный. К сожалению, ЕГЭ не всегда показывает уровень подготовки. ЕГЭ – это случай. Мы много лет выступаем за то, чтобы ЕГЭ сопровождалась какими-то иными дополнительными параметрами. Например, мы активно принимаем победителей и призеров Всероссийской олимпиады, олимпиады, которые проводят российский союз ректоров. Мы много лет говорили о том, что надо активно учитывать учебу школьников в течение всех лет. Например, обладателей золотых и серебряных медалей, победителей региональных олимпиад. И вот сейчас активно обсуждается. И я уверен, что в следующем году к результатам ЕГЭ будет добавляться средний балл аттестата за предыдущие годы обучения. Ну, и плюс еще вполне допускаю, что будут какие-то преференции для обладателей золотых и серебряных медалей, то, что называется портфолио. Но если вернуться непосредственно к качеству, к сожалению, ежегодно мы ощущаем некоторое снижение качества подготовки. Это связано с многими факторами. В первую очередь, это, конечно, связано с самой школой. Это первое. И второе, конечно, то, что появилось огромное количество вузов и государственных, и частных, и фактически 85% выпускников, а иногда и больше, имеет возможность поступить в вузы, это их расхолаживает. Зачем стараться, учиться, значит, если ты знаешь, что ты и так попадешь, если не на бюджетное место, то можно получить образование за 50 и даже меньше тысяч рублей в год. Вот они идут во множество таких вузов, которые не обладают ни материально-технической базой, ни преподавательским составом, ни качественной методической подготовкой. И в результате получают диплом без перспективы что-либо получить в дальнейшем. Вот это называется девальвация высшего образования. И, конечно, с этим надо бороться. Единственное, что сейчас утешает, это то, что приближается, то, что называется демографической ямой, и количество выпускников школ резко сократится. И многим, в том числе и негосударственным вузам, придется хорошенько подумать, надо ли оставаться им на этом рынке образовательных услуг. Может быть, уйдут слабые и будет какая-то иная обстановка. И еще один фактор, это то, что, к сожалению, множество вузов государственных в период лихих девяностых открывали факультеты экономические. Но я их тогда понимал и понимаю, им надо было выжить, когда финансирование было минимальным. Но сейчас уже и финансирование достаточно серьезное, и есть другие грантовые возможности. И, конечно, постепенно надо сворачивать подготовку в технических вузов, в специалистов непрофильных.